Иисус Христа В этой четвертой программе я хочу вновь коснуться, продолжая тему, коснуться культа Богородицы и святых умерших, и также, конечно, в первую очередь я буду говорить о лжепразднестве, так называемом Успении Богородицы. На мой взгляд, это одно из самых оккультных празднеств в православной традиции. К сожалению, как православные обновленческие священнослужители, я вынужден констатировать, что для православных многих христиан и для тысяч священнослужителей, знаете ли, этот праздник является святыней особой. И я понимаю, что, конечно, затрагивающее религиозное сейчас чувство. Я сам был когда-то священником традиционной русской православной церкви, Московской Париархаты, и я понимаю, что освободиться из своей практики, я это знаю, из своей жизни знаю, что освободиться от культа Богородицы очень и очень сложно. Сегодня, как православный обновленческий священнослужитель, я хотел бы помочь моим братьям и сестрам, православным христианам традиционных православных таких юрисдикций, как, допустим, Московский Париархат, Киевский Париархат, Автогефальная Церковь Украинская, Истина Православная Церковь, Староблячевская Православная Церковь и других юрисдикций православных, освободиться от, знаете ли, этой многовековой религиозной ложной пропаганды, освободиться от этой многовековой религиозной лжи. И как же это нам сделать, дорогие друзья? Как можно вообще освободиться от какого-то заблуждения? Как нам определить, что это является заблуждением или нет? Написано у евангелиста Иоанна в 8 главе, 32 стихе, слово сказанное самим Иисусом Христом. Сказано так. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». То есть через познание истины мы обретаем настоящую свободу. И Иисус сказал так, записано у евангелиста Матфея, 22 глава, 29 стих, записано так. «Заблуждаетесь, он говорит саддукеям, не зная Писаний, ни силы Божьей». То есть заблуждение происходит из двух источников. Первое – это незнание Писания. Второе – незнание силы Божьей. Нам, господа, чтобы не заблудиться, необходимо знать Слово Божье и познавать личностного живого Бога. Это очень важно. И, дорогие братья и сестры, почему я, говоря о культе Богородицы, допустим, утверждаю, что праздник, или как я его называю, лжепраздник, успение Богородицы является самым таким оккультным праздником? Дело в том, что на самом-то деле это праздник, действительно лжепраздник. И он является именно оккультным, потому что оккультизм – это вообще путь оккультизма для христиан. Это любая попытка войти в духовный мир помимо нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он один является той дверью, Иисус Христос, которой мы можем войти в реальный духовный мир Божий, не с черного хода какого-то, знаете ли, в демонический духовный мир, а в Божий духовный мир, в Божье присутствие. Сам Иисус Христос об этом очень четко и ясно сказал однажды. Записано у Евангелиста Иоанна, 14 глава, 6 стихом написано, «Я есть путь, истина и жизнь». И он подчеркивает дальше, «И никто, говорит, не приходит к Отцу, как только лишь через меня, через Иисуса Христа лишь есть вход в Царство Небесное. Есть лишь через Иисуса Христа вход в Божье пространство это, в Божье Царство, в присутствие всемогущего Бога. Лишь через Иисуса Христа мы можем прийти к престолу милости, к престолу благодати, к престолу нашего Небесного Отца, самого Святого Бога, лишь через Иисуса Христа. И поэтому Библия учит нас, Божье Слово, Божье Откровение, учит нас и здравый смысл, потому что первые апостолы так и поступали. И первые христиане, поколение первых христиан так же и поступало. Молились к Богу, молились к Небесному Отцу и говорили, Абба, Абба, Отче, и говорили, во имя Иисуса Христа. И сам Господь Иисус дал нам уникальную молитву, и мы ее часто провозглашаем и в личных молитвах, и в церковных, и говорим, Отче наш, Отец наш, Который на Небесах, да святится имя Твое. И мы часто молимся и в личных молитвах, и в церковных молитвах, и говорим, во имя Иисуса Христа, Отец, прости нас, благослови нас. И это на самом деле угодно Богу, это святой путь. Иисус говорил, что уверует в Меня, как сказано в Писании, не просто поверить в Бога, а надо так поверить, как сказано в Писании. В другом месте говорится, что дети, имейте веру Божью, говорится. То есть мы должны иметь веру Божью, святую веру Божью, знаете ли, не ложную веру, не какую-то обманную веру. Я раньше был в такой ложной вере, сейчас я в вере истинной. Почему я так утверждаю? Потому что раньше моя вера была плохой верой, потому что моя вера была, она состояла, знаете ли, не из откровения от Божьего Слова, не от Библии, а она состояла из человеческих вымыслов, преданий, демонических всяких окульных откровений, которые даны были многим отцам древности. Но сегодня моя вера правильная. Почему? Потому что моя вера, она основана на Божьем Слове. Она основана на Божьем откровении. Она основана на Иисусе Христе. Потому что сам Иисус, Он мой Господь и Спаситель Бог. И Он стал основанием моей жизни отныне и на века. Слава Иисусу Христу. И я очень хочу в этой программе, это уже четвертая программа подобная, я хочу очень помочь православным христианам, в первую очередь, конечно же, священнослужителям, моим коллегам, друзьям, и Московской приорхаты, и Киевской приорхаты, и других юрисдикций старого и нового обрядов, помочь выпутаться из этой трясины, помочь выйти из этой сети. Пусть, как сказано в псалмах, сеть будет расторнута, и мы избавлены. Слава Иисусу Христу. Ну, если говорить, знаете ли, уже детально, практически, то лично мне очень тяжело было освободиться от культа Богородицы. И других умерших святых, и ангелов, но, наверное, больше всего от культа Богородицы. Почему? Потому что, наверное, в моей практической молитвенной жизни, как и в практической молитвенной жизни таких религиозных, других православных христиан, и в особенности священнослужителей, культ Богородицы занимал, ну, самую, наверное, такую доминирующую роль. В практической молитвенной жизни, даже по времени взять, больше половины времени моего молитвенного времени было обращено к Марии, к Богородице. И это было раньше в моей жизни, это было до самого 96-го года, когда однажды меня, тогда традиционного священника Русской Православной Церкви Московского Преорхата, это потрясло откровение от Божьего Слова, потрясла вера апостолов, которые утверждали, что лишь Иисус Христос есть Спаситель, Он есть Путь, Он есть Целитель, лишь Иисус Христос, только Иисус является посредником, ходатаем Нового Завета, первосвященником, и ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Это вера апостольская, это вера правдивая, правильная вера, все остальное ложное, никчемное, демоническое, человеческое, какое угодно, но не истинное. Потому что на небо нет других путей, кроме того, который сам Бог дал, только Иисус Христос, только Он, поверьте, друзья. Многие, знаете ли, традиционные православные священнослужители, мои вчерашние коллеги, даже говорят, о, ты видимо общался с протестантами и сам стал протестантом, харизма тряженная, или как-то еще называют меня часто, я даже не запоминаю этих всяких слов, оскорбительных и так и извительных, но я часто говорю моим братьям следующее, говорю, знаете ли, господа, говорю, братья, позвольте, хорошо, я протестант, да, я православный протестант получается, интересно, что-то новая какая-то юрисдикция получается, что ли, но неважно, дело-то не в названиях, а в самой сути, позвольте, говорю, но еще Лютер не родился, когда, когда реформация началась? В 16-м столетии. Лютер родился, Кальвин, Цвингли, конец 15-го столетия, конец эпохи, там, Ренессанса, Возрождения, но еще Лютер не родился, ни Кальвин, ни Цвингли, ни кто-то еще из реформаторов 16-го столетия, когда протестантизм, собственно, появился, но эта вера, она была уже ведь? Вся гениальность Лютер, Кальвина, других анабаптистов, там, других реформаторов 16-го столетия была в том, что они не стали выдумывать велосипед, они не стали изобретать снова то, что уже было дано однажды на века, они просто-напросто взяли и вот эту веру старую, древнюю веру, истинную, апостольскую, христовую веру, они просто взяли и реанимировали, они просто стали ее возвращать в церковь, они просто стали ее, как бы, вновь возвращать людям и говорить, что, позвольте, это уже написано в писаниях, это уже, знаете ли, это не просто там что-то Папа придумал, или соборы, или нет, это сам Господь Иисус Христос, Он дал нам эту веру, и позвольте, зачем нам, знаете ли, изобретать что-то новое? Реформация, вообще-то, господа, это не выдумывание чего-то нового, реформация, это возвращение к хорошо забытому старому, реформация, это возвращение к истокам, к основанию, и, знаете ли, пришло время и нам, православным христианам, каяться, пришло время изменяться, пришло время возвращаться в дом Небесного Отца, к основанию, которое есть сам Иисус Христос, Дорогие друзья, мы должны это сделать, в особенности священнослужители, должны, обязаны просто, потому что, каков поп, таков приход, потому что, если поп молится, сидя, прихожане молятся лежа, правы, сто раз правы наши русские древние пословицы, потому что с нас, с людей в рясо, с крестами по ноге и на груди, люди от нас ждут откровения, ждут Божьего Слова, и очень часто даже, допустим, русские, украинцы, другие, белорусы, допустим, свое пьянство оправдывают так, а, батюшки пьют, они ведут себя так, и нам, значит, можно, но, знаете ли, если слепые ведут слепых, они попадают в яму, в преисподнюю, и, господа, там уже поздно будет всю вечность локти кусать, сейчас время еще есть, пока пояс не ушел, пока еще дыхание есть в твоих устах, ты можешь сказать Богу, прости меня, Господь, я покаялся однажды так, я сказал, Бог, прости меня, я сказал, что я отрекаюсь от культа Богородицы, другим умершим святым, я просто поклялся, побожился, говорю, Господь, пожалуйста, я не возвращусь на блевотину, я больше никогда в жизни не буду молиться ни Богородицы, ни другому умершему святому и ни ангелу, все, нет, для меня никого нет, других путей не существует вообще, только Иисус Христос, только Иисус есть мой ходатый посредник, первосвященник, все, и слава Богу, что это произошло в моей жизни, слава Богу, что, знаете ли, как отрезало это все, я просто сказал так, что во имя Иисуса я отрекаюсь от дьявола, отрекаюсь от всех его бесов, отрекаюсь во имя Иисуса от всякого служения культного, во имя Иисуса Христа, и, знаете ли, и помогло, Господь благословил меня тогда, Господь просто-напросто взял и удалил этот грех от меня, слава Богу, и вот уже 15 лет я свободен от этого оккультизма религиозного и не молюсь, бесы вышли из меня, я не молюсь с тех пор ни Богородицами, ни другим умершим святым, потому что, братья, позвольте, я скажу одну истину, очень важную, запомните, пожалуйста, когда мы, я или ты, если мы, православные христиане, молимся, допустим, Богородице или какому-то из умерших святых, мы молимся не Богу, мы обращаемся не к Богу, небо закрыто, потому что лишь имя Иисуса открывает небо, потому что лишь Иисус является первосвященником в небесах, потому что лишь Иисус Христос является ходатым первосвященником, но сам Иисус говорил так, что он есть дверь открытая для овец, но он сказал так, что перелазивающий Индия, другим путем хотящий войти в царство, это будь ворой и разбойника, неужели мы в рясо с крестами по ноге и на груди священнослужители воры и разбойники, да, вертеп разбойников совершили мы, мы сделали из церкви просто-напросто вертеп разбойников, а должно быть по-другому, должен быть дом молитвы, а не вертеп разбойников, как же нам стать домом молитвы, давайте вернемся к основаниям, давайте скажем, Иисус, Ты Господь, Иисус, Ты есть Царь, Иисус Христос, ни в ком ином нет спасения, Ты, Иисус Христос, Ты наш Господь, исцели нас, освободи нас. И, дорогие друзья, пусть эта христиансентричность, она спасет нашу церковь, нашу деноминацию, пусть сегодня миллионы православных христиан обратятся к Богу со словами покаяния, если вы еще не обращались к Богу с такими словами, скажите прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, скажите, Иисус Христос, Ты мой Спаситель, ни в ком ином нет для меня жизни, спасения и пути, Ты есть единственный и неповторимый, я Тебя люблю и благодарю Тебя за все, прости меня, очисти, освяти, живи во мне, царствуй во мне, Иисус Господь, Бог и Спаситель, Аминь.